Микс Ньюс Радио Болтком Программа «Абонент» доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, выражаемые радиослушатели В эфире программа «Абонент» доступен В студии работают Анна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев С нами на прямой связи Наш сегодняшний гость Журналист, писатель и фотограф Юрий Рост Здравствуйте, Юрий Михайлович Здравствуйте Как вас зовут? Анна и Вадим Очень приятно Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9 Звоните и задавайте свои вопросы Да, и начнем мы наше интервью как раз с вопроса Который был адресован и нам его прислали В фейсбуке, а прислал его депутат Латвийского сейма местного парламента Игорь Пименов Вот что он пишет Помню Юрия с самых первых его фотографий В комсомольской правде вырезал и хранил Фотографии и возле каждой Малюсенький текстик о том Кого он снял и почему И других текстов уже было не надо Пожалуйста, передайте ему, что его в Риге с той поры хорошо помнят Попросите рассказать о Василии Пескове Уникальном журналисте, работавшем в комсомолке Десятилетиями писал дивные репортажи Эпоха Вот такой комментарий и просьба вас рассказать Ради бога Я вам скажу Песков это была такая икона Комсомольской правды Хорошо меня слышно? Да, отлично Икона Комсомольской правды Он работал в провинциальной газете И его нашел от жубей Он обладал каким-то невероятным даром Литературным, природным литературным даром И прекрасно фотографировал своих героев Иллюстрируя тексты Он создал такую картину Красивую картину страны Летал на вертолете Ездил Писал о животных То есть он был не политическим журналистом Но тем не менее То, что он делал Было очень важно Для того, чтобы люди осознавали Где они живут Но лучшие стороны жизни Василий Михайлович был первым Из журналистов И по-моему Самым первым Лауреатом Ленинской премии Тогда Ну а Джудей был Как он Зятем Хрущева Вот И конечно Для него было важно Чтобы журналист Комсомольской правды Стал Да Стал Героем Вот этой Новой премии А после Питкова Была еще одна Премия Журналистов Назначена Но эта Премия была Чисто политическая Потому что Хрущев поехал в Америку И целая группа журналистов Описывала Как он там Ходил по ферме Гарста Это такой Был Фермер Который выращивал Кукурузу Заразил Любовью Кукурузе Никита Сергеевича Вот Стучал там Каблуком И вообще Сначала Его Не очень Принимали А потом Он стал Практически Героем Потому что Он Как-то Очень естественно И не похоже Вел Себя Для Правителя Крупной И опасной Страны Вот Потом Песков Стал вести Такую рубрику Окнов Природы Написал Природу Написал Довольно Много Книг Прекрасных Вот И остался В истории Журналистики Таким Островом Вполня Достойным И Достойным Может быть Подражание Но Как вы знаете Талантливому Человеку Подражать Очень Трудно Он Самостоятельный Фигуры Вот вы упомянули О том Что во время Поездки Хрущев Постучал Каблуком Это история Вопрос об этом Мы задавали Кстати сыну Никиты Хрущева Сергею Хрущеву Который трагически Погиб Как мы знаем В Америке Вот новости Только что Об этом буквально И он сказал Что он Искал Подтверждения Этого не было Это Он не сын Вы наверное Продавали Если тот Кто погиб А не знаю Погиб Сергей Хрущев Сергей Никитич Вот он Застрелился В Америке Буквально на днях Не знаю Во всяком случае Такая легенда была И она мне нравится Ну вы говорите О том Что Говорили в одном Из интервью Что политика И политики Обманывает надежды Говорили вы это У Познера И поэтому вы Их не снимаете Ну точнее Не делаете фотографии Не делали фотографии Не отказываюсь Не отказываюсь Подтверждаете Свои слова У меня есть такой принцип Как бы я снимаю Тех людей Во-первых Которых люблю Большей частью А во-вторых Снимаю тех людей И пишу о них Которые что-то Добавляют в мир Это не важно что Они могут добавить Книгу Скульптуру Спектакль Хреб Не знаю Чудрых поросят Но Это те люди Которые ничего Не отбирают С моей точки зрения Политики отбирают Очень много И Среди моих друзей Очень немного Этих Политиков Но я могу сказать Что я снимал Грифу Ильинского Но не написал О нем И Снимал Михаила Сергеевича Горбачева С которым у нас И по сей день Прекрасные отношения Дружеские Но Он Абсолютно Выдающаяся С моей точки зрения Фигура Выпадающая Из ряда Всех политиков В том числе Советских И российских Потому что Он Сделал Несколько поступков Освободивших Огромное количество Людей И стран От Вияния Коммунизма И кроме того Он пережил Трагедию Личную Которая для него Была чрезвычайно И в этом смысле Он был И остается Человеком Открытым В общении Обычным Обаятельным Вот И да Здоровье Потому что Он сейчас На 90-м году Жизни И вот мы Обычно Приходим его Поздравлять Но иногда И он приходил Ко мне в гости Вместе С главным Редактором Дмитрием Муратовым Моим другом А к нему На дни рождения Уже такие Неофициальные Собирается Очень Каких-то Старых друзей Тех С кем он Работал А вот Переводчик Палаченко Который Он всегда Есть Потому что Людей Которые Преданы Ему Как человеку А не как Символу И не как Месту Вот И Кроме того Я ему еще Очень благодарен За то Что он вернул Сахарова Из ссылки И Меня этот вопрос Отношений Сахарова И Горбачева Он меня Очень Интересовал Я считаю Что Сахаров Был нужен Горбачеву Больше Чем Горбачеву Сахарова Но оказалось Что они Были Нужны Друг 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 Даже Был Такой Эпизод Когда Сахар Остался После Заседания Съезда Народных Депутатов Просто Предупредить Горбачева О том Что Его Дружеское Окружение Стоит Для Него Огромная Опасность Что Собственно Горбачева На ваш Взгляд Все-таки Фигура Михаила Горбачева Насколько Она Осмыслена Сегодня В современной России Потому что Если Говорить Конечно На уровне Такого Стереотипного Восприятия Очень Многие Люди В России Горбачева Не любят И Даже Достаточно Поставить Анонс Или Поставить Фотографии Михаила Сергеевича Видно Какие Баталии Разворачиваются В Фейсбуке В то же время На Западе Фигура Практически Канонизированная То есть К нему Относятся Как к Выдающемуся Политическому Деятелю Вот есть Этот элемент Несправедливости Что на родине Его меньше Любят И ценят Есть такая Поставица На всякий Чих не Наздраствуешься Да И я Помню Был такой Выдающийся Совершенно Лапидист Михаил Леонидович Гаспаров Он написал Книжку Которая называлась Занимательная Греция Там Это Занимательная Греция У них Не было У них Не было Заповедей Не было Не было Ни Библии Никаких Указаний Сверху По этой Линии Не было Никаких Указаний Но У них Были Некие Ну Как бы вам Сказать Апокрифы Что ли Такие Тексты Которые Находились Недалеко От Алтарей И Которые Фиксировали Чрезвычайно Важные Вещи Вот был Такой Ну Памятные Имена У меня Но допустим Какой-то Бион Креонский К примеру И У него Была Замечательная Надпись Которая Мне нравится До сих пор Худших Везде Большинство Или Всегда Большинство Поэтому Ориентироваться На Вот Этих Обитателей Страны Как они Относятся К Горбачеву Это Меня Не волнует Они хорошо Относятся К деспотам И чем Больше Человек Уничтожил Людей Тем Получается Что он Важнее В истории А Горбачев Ну Да Взял Отпустил Отпустил Разрушил Буквально Берлинскую Стену Создал Предпосылки Называлась Гластность Предпосылки Для того Чтобы Страна Могла Воспользоваться Со временем Свободой И какое-то Время Иллюзия Что она была Существовала Но мы Не воспользовались Поэтому Неча На зеркало Пенять Кали рожа Крива Скажем так Вот Криворожи Они меня Абсолютно Не волнуют Достоверность Вы назвали Одним из Важнейших Критериев Для тех Кого Вы Фотографируете Правильно Хорошо Слушали Познера Молодец Да Достоверность Но достоверность Не каждому Хочется видеть Потому что Я вспоминаю Историю Которую Вы также Рассказывали Про Булатаку Джаву Которому Как раз Не очень Понравилась Фотография Именно из-за Смотреть Критериев Властью Достоверность Критериев Критериев Имеют Да Достоверность Можно было Узнавать Людей Мы их Так Снимали Во-первых Сама Техника Была Такая Что Люди Застывали Перед Объективом А вот Он Научился Как бы Подсматривать И В этой ситуации Завычайно Важен Его нравственный И Моральный Устав Его Конституция Которую Он не менял С каждой Съемкой Так Не улучшал Вот Так Теперь я уже Начал говорить Про Критериев И забыл С чего мы начали О моменте Мы говорили О важности Сиюминутности Момента Момент Момент Теяна Важен Я тогда Написал Что фотография Это смерть Момента Не изображение Смерти Момента Собственно Смерть Момента Все Он убит Этого Чигевару Больше никто Так не снимет Он так не будет Выглядеть И Очаровательная Фотография Эйнштейна Тоже никогда Не будет Не будет Снята Такой Но Во всяком случае В случае с Эйнштейном Угадывается Отношение Фотографа К Этому Выдающемуся Человеку Он не то Чтобы его Пощадил Он Представил Другое Качество Другой Мир Ну Гений Гений Физик И физик А тут еще Оказалось Что он Такой Заядлый Веселый И кстати Ходок Был Да Это известный факт Из его биографии Вот по этой фотографии Можно понять А по фотографии Чигева Понять ничего нельзя Потому что только видно Что это икона Ну хорошая икона Да Но ведь Ваша фотография Где Как раз Показаны руки Академика Сахарова Это ведь тоже Можно ли это назвать Моментом Или это все-таки Постановочное фото Не ну как Это не просто постановочное Это очень любопытная история Момент там все равно присутствовал Сейчас мы к нему вернемся Значит я пришел к Сахарову После его возвращения Ну единственное что Мне Так Облегчила Облегчила жизнь Это то что я его снимал В 70-м году И как бы с этой фотографии Я пришел как Как с визитной карточкой И мне нужно было Снять фотографию Сахарова То есть Таким Каким я его Как мы сейчас выяснили Представляю Я набрал Огромное количество Аппаратуры И широкую камеру И узкую камеру И объективы Какие у меня были И когда я пришел Я выяснил Что у меня всего Один ролик пленки Это сейчас Ты можешь Щелкать А тогда ролик пленки Это 36 кадров Я искал место Где его сфотографировать Нашел место У окна Квартирка маленькая Двухкомнатная Квартира Маленькая Крохотная Такая Изолированная Как это Говорят Я нашел Окно Немножко облупившееся Нашел Какой-то столик Посадил его За этот столик И увидел Его напряжение Такое Потому что Он человек Не привыкший К съемкам Его это Ну не очень Занимало И он Он вот Какой-то был Такой Натянутый Как струна И я Потографировал Я его Щелкаю И щелкаю И щелкаю И щелкаю Потом Он мне вдруг Говорит Сколько Кадров На пленке Вообще 36 Но я могу Намотать Тонкую пленку Там будет Почти 40 Он говорит А вы Отщелкали 45 раз Я ему Говорю Вы знаете Андрей Дмитриевич У меня Вообще Нет пленки В аппарате Открываю Аппарат Он не Обиделся Он говорит А зачем Вы это Сделали И Говорю Мне нужно Что Вы Меня Перестали Учитывать Он говорит Зарядь пленку Перестали Учитывать Я зарядил Эту пленку Но скажем На этой пленке Почти Одинаково Ну Наверное 20 кадров У меня Такой Съемки Больше Нет И Только Один Кадр Из этих Как будто Одинаковых Кадров Отвечал Представлению Моему Об этом Человеке И кстати Этот кадр Потом я ему Напечатал И он Ему Понравился Он у него Висел Дома Потому что Он на этом Кадре Был Узнаваем Вот Что я вам Рассказал О моменте Ну как это Это подготовленная Это Безусловно Подготовленная Съемка Но В рамках Этой съемки Все равно Существовал Один момент Который я даже Не Идентифицировал Но ведь Вы кстати Допускаете Что Зритель И человек Который Видит Вашу фотографию Может находить В ней Другие Смыслы И другие Ассоциации Вот насколько Для вас Важно Чтобы Ваше Видение Было Понято Или вы Допускаете Что человек Может найти Там Который Мне не важно Потому что Трактовки Возможны Пожалуйста У каждого Человека Своё представление Во-первых О герое Ну если он Знает Меня Обо мне И Наверное О себе И вот эти Три компонента Какие-то Дают возможность Пусть они Трактуют Как угодно Чем больше Смыслов Они видят Тем Мне приятнее То есть Я Одним кадром Делаю Несколько Кадров Масштаб Личности На ваш взгляд Насколько Он изменился Изменился Ли по сравнению С тем временем Когда вы Фотографировали И Академика Сахарова И Алису Френдлих И Вашего друга Юрия Нортштейна С которым вы Общаетесь И сейчас Насколько я знаю Знаете Это вопрос Такой Провокационный Я вам скажу Масштаб личности Возможно Он меняется Личностей Масштабных Стало меньше По моему ощущению То есть Те люди Которые Преодолевали Строй Которые Преодолевали Страх Которые Преодолевали Жизнь Наслаждаясь Ей Они Порядили Почему это Произошло Как вы думаете Не знаю Это вопрос Я могу Фантазировать Как угодно Может быть Накопилось Накопилось Вот это Вот безвремение Может быть Новые возможности Лишили Человека Необходимости Искать Свой путь Но я думаю Что Существует И сегодня Много достойнейших людей Просто не так много Как было Вот интересно Что Две концепции Которые Как мне кажется Они Часто С друг с другом Сталкиваются Это то Что Может Искусство Под давлением Создавать То есть Когда есть строй Который давит И соответственно Выходит что-то Что становится Действительно бриллиантом И с другой стороны Этой концепции Противоречит другая В которой говорят Что в свободном обществе Наоборот Культура, искусство И художник Чувствует себя гораздо лучше И создает гораздо больше Вот Какой вы ближе В этом обществе Желал пока Поэтому не знаю Вот Давление Которое О котором мы говорим Оно Не было Таким всепоглощающим Если вы посмотрите На Поскольку вы Говорите по-русски То вы наверное Смотрите и русское кино И многое Российское кино Вы Заметите Что масштабных фильмов В советское время Было довольно много Ну скажем Весь Тарковский Есть Ильяне Данели Ну в общем можем назвать Очень много Много фильмов Ведь Эти же фильмы Были сняты На государственные деньги То есть Существовали Некие Общие Установки Которые Можно Преодолеть С появлением Частного капитала Хочу и буду Хочу Субсидирую Хочу Не субсидирую Вот эта Модель Жизни Она Вложила Очень приличная Искус С моей точки С моей точки Зрения Ну может быть Это я Просто ворчу Потому что Я прожил Смотрите Сколько строев Я еще Ну Ленина Это как бы Я видел Только в гробу Вот А потом При всех Жил Но ничего Хорошего Лично От них Я не получал Вот И выделяю Всей компанией Горбачева Как бы уже Выяснилось И у Ельцина Были возможности У него были Возможности Он получил Невероятную Невероятную Возможность Изменить Страну Получилось Так что Страна И строй И ситуация Оказались Обратимыми То есть Он не сделал Ни По-настоящему Предпосылок Для развития Демократического Общества Сама история С Приемственностью Власти Она Мне кажется Сырочная В 96-й год Голосу или Проиграешь Вот Многие люди Которые придерживаются Либеральных взглядов Считают Что вот эта линия Которая точка Невозврата Которая Тогда была Преодолена И соответственно С того 96-го года Началось то Что сейчас происходит Согласны с этим? Это не популярно Скажем В среде Но я считаю Что выборы Надо было проводить Честно Кто бы пришел Тот бы и пришел Все страны Все страны Бывшего Социалистического Лагеря Прошли Через такую Как бы это вам сказать Прививку Коммунизмам Потом У всех потом Там Бразауска Свернулся У вас там Кто-то был Еще везде было Везде было И как-то они долго Не удержались Но зато Возникла Реальная Преемственность Власти И Уже Окончательная Дискредитация Идеи Коммунизм Поэтому я думаю Что вот это Насильственное Насильственное Удержание Власти Ельцина В 96-м Году Оно не пошло На пользу Это Мое Мнение Ну Кто пострадал Пострадали бы Конечно Богатые люди Потому что За 4 года Правления Там Зюганова Конечно Их могли Пощипать Ну и коммунисты Это были уже Не те И власти Не знаю Вообще Сослагательное Наклонение Мы знаем Да Это чистая Ерунда Мы не знаем Как бы повернулось Дело Следите ли вы Таким способом Следите ли вы За событиями В России Которые происходят В политической жизни Сейчас Что касается Поправок Конституцию Будете ли голосовать Ну Знаете Как говорят Это тайна Но нет Я считаю Что никаких Поправок Не надо было Вводить И Размышления Только о том Приходить Для того Чтобы сказать Нет Или сказать Нет И не приходить На ваш взгляд Что-то 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 Могут Я вам скажу У меня есть Принцип Такой Который Мы Следуем И Газета В которой Я работаю Которую Я люблю Это новая Газета Я там Всем Но присоединять Людей К тому Что ты считаешь Честным Нужным И необходимым Это и есть Собственно Возможность Искусства И литературы То есть Ты обращаешься Не к массе А К каждому Человеку Мой друг Собакин Он сказал Что Я Не Мыслю Людей Партиями Отбираю По одному Партия Людей Это Что-то Вроде Партии Тушенки Там Колготок Тракторов Вот Партия Целая партия Человек Каждый Один Един И неповторимый Ну Обращайся К нему Если он Помнит тебя Слава Богу 672 12 93 9 И 672 13 93 9 Телефон Прямого эфира В нашей студии Звоните Задавайте вопросы Участвуйте В нашем интервью Да Вы упомянули Георгия Данелли И хотелось бы К этому моменту Вернуться Вы ведь снимались В его фильмах По крайней мере Прежде всего Это Это Был Безусловно Великий режиссер И мой Очень близкий друг Очень близкий Сейчас вот мы думаем Скульптор Георгий Фангулян Который сделал Памятник Жертвам Сталинизма И Коткому Памятник Он поставил И Акуджаве Поставил Вот он Сейчас Работает Над Памятной доской Георгию Данелию Которую мы Обсудили С Георгием Николаевичем Данелию Еще при его жизни Ну и что вас интересует Общество дураков Которое Это не общество Дураков Содружество Или как Это совершенно другая Организация Это Академия дураков Общество дураков Оно всеобъемлюще Но с Вячеславом Полуниным Вы его Запустили Или как Не я запустил Полунин Создал Академию дураков И является Да простят меня Демократические Институты Бессменным Ее президентом Попасть туда Непросто Надо быть Не просто дураком Надо быть Полным дураком Вот О чем тебе Выдают Большой диплом Вот Георгий Николаевич Захотел Сказал А почему Вы меня не приняли Мы поговорили С Полуниным И поняли Что Данелия С его фильмами Он безусловно Заслуживает Быть полноценным Академиком Он уже Чувствовал себя Не очень хорошо Фактически Не выходил И президент Приехал В квартиру На чистые Куды С огромной Корзиной Каких-то Веселых Фруктов И овощей Которые Они надели На голову Вместе Данелия И был Данелия Был принят В Академию Дураков Как только Он был принят Так и Композитор Гея Кончели Выдающийся Композитор Сказал Меня почему Не приняли Приняли и его Алиса Френдлих Также состоит В этом обществе Насколько известно В Академии В Академии Простите Да В Академии Дураков Френдлих Да Мы В годы Ее 80-ти лет Я присутствовал При этом Ну как Рядовой Членок При этом Приятии Там И Шев И Норштейн Там много народу С Норштейном Сейчас Поддерживаете Отношения Вот в этот период Особенно Изоляции У нас звонок Радиослушатель на линии Здравствуйте Как вас зовут Алло Да Слушаем вас Здравствуйте Добрый день Да Слушаем вас Гитлер Ельцин Горбачев Гитлер Ельцин Горбачев Кто из них Враждебней Нашему народу Вот вопрос А вашему народу Или нашему народу Это кого вы имеете Какой народ вы имеете Это правильно Вы спросили Кто его народ Этого типа Кто Да Вот включился Наш радиослушатель К сожалению Давайте еще звонок Сразу примем Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Лариса Я хотела спросить Рост Который был С Нагеевым В окнах Это ваш сын Спасибо Рост Который был С Нагеевым В окнах Это по всей видимости Актер имеется ввиду Знаете Своего однофамильца Возможно А также окна роста Это не мои Окна Это окна Маяковского Вообще Есть много Есть партия Роста Она ко мне Не имеет никакого Отношения Она имеет отношение К Сергею Шнурову Насколько мы знаем Который вот на днях Возглавил РТВАй канал Стал Присылал нам по ватсап Наш слушатель Добрый день Кого бы вы хотели Сфотографировать Из ныне живущих И с кем бы хотели поработать Ну Я не могу сейчас вам сказать Потому что Как только я скажу Так мне надо сразу брать Камеру Ручку И бежать Писать и снимать Есть еще люди Есть Вот сейчас я например Сегодня написал Текст о Лене Камбуровой Вот Вот Пожалуйста У меня есть еще Еще много Есть достойных людей Недавно написал О славе Полунине Так получается Что это как бы К их дню рождения Но это Как Пример такой Спусковой крючок Надо Лучше Писать дню рождения Чем Дню памяти На ваш взгляд Художник Может Работать с властью Потому что Ну такой классический Пример Который приходит в голову Это Лене Рефеншталли И ее фильмы Которые Несмотря на то Что она сотрудничала С Гитлером Тем не менее Как раз эти фильмы Изучают как Произведение искусства Фактически Такой кинодокументалистики Вот как вы считаете Возможно ли Такой компромисс У художника Настоящего Для меня Для меня И фильмы И ее Это Довольно искусно Сделана Пропаганда Поэтому Сказать что она художник Она документалист Да Но она выполняла Задания И выполнила Чем это отличается От вечерних программ Скажем На первом канале Телевидении Или на Останкино Нет Нет Если вы имеете Ввиду Что значит Сотрудничать Скажем Бывают Такие ситуации Когда Человек Вынужден Во имя Во имя Благороднейшего Дела Ну как бы Сказать Делать шаг В сторону Или назад И тогда Надо посмотреть Сколько людей Он спас Этим шагом Потеряю Может быть Среди Вот Зрителей Читателей Или слушателей Репутацию Да Такое возможно Но Пропаганда Это история Про Шиндлера Получается Что можно Сотрудничать С властью Чтобы Спасать людей Таким образом Ну Кажем Шиндлер Это Конкретный Случай Который Едва ли Сейчас возможно Повторить И нужно ли Повторять Нет Я не буду Сейчас говорить Для того Чтобы не возбуждать Зрители Но есть Люди Которым я отношусь С огромным Уважением Ну На которых Наваливались Да господи Да на того же Акуджа Наваливались Со страшной силой Есть такой документальный Фильм Феликса Соболева Возможно Вы видели его Он называется Я и другие Фильм-эксперимент Там Участникам Показывали фотографию Человека И просили его описать В зависимости от того Какое описание Этого человека Давали Перед Просмотром фото То есть Например Говорили Что он Это Педофил-убийца Или это Нобелевский лауреат В зависимости от этого Менялось их описание Описание участников Конкретного человека Наверное Да Может быть Это любопытно Конечно Это как Психологический эксперимент Очень любопытно Потому что Сознание влияет На восприятие То есть Можно ли сказать Что фотография Не дает нам Понимания Того Кто есть Этот человек Не знаю Такая фотография Но есть фотографии Которые абсолютно Точно дают У меня много Таких фотографий У меня стоят Три Свинарки Одна из моих Любимых С поросятами И они дают Это Женщины Которые Ходят за этими Поросятами И они вызывают У меня Чувство Ну Невыносимой Любви Просто И нежности Потому что Я вижу Этих белых поросят И вижу Их лица Это тяжелая жизнь Это Должна быть Грязь А у них Все Да полно Таких фотографий Которые Не нуждаются В подписях Они Нуждаются В осмыслении Может быть Да Конечно Вот А Так Чтобы пытать Раскладывать Фотографии И Заставлять Человеку Угадывать Кто это Ну не знаю У меня была Такая история Я вам не скажу Один мой главный редактор Не буду их назвать Потому что Знаете Его уже да и нету Да Черт Или Бокс Он Разложил Фотографии Которые Положительные Позитивные И сказал Ну вот Мне позвонили Откуда-то Ну я знаю Ему звонили И сказали Вот выстраивается ряд И это что Советские люди Это советские люди Это были Люди Нормально То есть Самые советские Но эта история Ведь Очень похоже То что описывал Довлатов В компромиссах Помните У него был Турнок Как раз Редактор Когда он искал Эстонского Гражданина Что произошло До того Как Довлатов Описал Но это была Интересная история Это на редакционном Столе Были выложены Люди Но я продолжил Не менее Своё занятие Строить свой мир И у меня есть книги Такие большие Толстые Вот Ну Слушатель не слышит Но книги Одна 3 килограмма Одна 3 сто Они Называются Групповой портрет На фоне Одна называется Групповой портрет На фоне Века Вторая Называется Групповой портрет На фоне Мира А сейчас Уже закончена Практически Книга Которая называется Групповой портрет На фоне жизни Вот это Ну Больше я не буду Уже групповых портретов Книг Во всяком случае Делать Там люди И один очень Человек Достойный Которому Которому Я верю Он Посмотрев Книгу Первую Ещё тогда Он сказал Я хочу пожить В этой стране Держи Тебе запрещают Ещё Звонок Успеем Наверное Принять Звукорежиссер Нам разрешает Это сделать Здравствуйте Как вас зовут Алло Здравствуйте Да Слушаем Вас Задавайте вопрос Да У меня вопрос Такой Ну Про народ Мы не будем Говорить Чей народ Как народ Но мне бы хотелось Спросить Вот Имея полное право Как говорят В Одессе Вот вы мне Скажите Почему Сталина Памятник стоит Его жертвам А Лёве Бронштейна Жертвам Нет А я ещё До сих пор Не помню Что мне говорила Моя бабушка Вот Так что Ребята Да Спасибо Троцкого Вероятно Имеет ввиду Наш радиослушатель Ну не знаю Поставьте Я думаю Что тот Кто поставил Сталина Может поставить Любой памятник Не обидно будет Ну что ж Примем ещё звонок Нет Мы не успеваем Принять Говорит нам Звукорежиссер Да К сожалению Хотя звонков Очень много Спасибо вам большое Что нашли время И вышли в наш Прямой эфир Мы надеемся Что сможем Продолжить этот разговор Потому что Линии разрываются Ну вот Времени столько Сколько есть Живите счастливо Спасибо вам большое Всего доброго И до свидания